приветствую всех на своем канале это зацвели мои мельтонии она пустила много цветоносов большой длинный такая переливающая красивая мельтония черненькая и вот еще одна разновидность когда цветут орхидеи это всегда приятно сказочно красиво невероятно ну когда они начинают болеть приходит паника шок что делать выбросить нельзя надо спасать сейчас будем спасать мы орхидеи ты еще одна мельтония немножко привела не пойму то ли отцветает или чем-то заболела я приобрела себе новые реанимашки поставила их рядом со своими цветами у меня случилась такая неприятная ситуация заболели мои орхидеи вот мучнистый червец на них напал сейчас будем справляться с этой неприятной ситуации в 2 орхидейки стояли на том окне и она перепал вот липкие листики первое дело до листик липкий это уже первый взгляд на второй взгляд завидание цветов они цвели замечательно этот цветочки опылила видите эти пожелтели а этот зелененький набирается коробочка потом смотрите в пазухах листиков сидит это неприятное создание это сам червец это личинка его сам сам червец он похож на комарика или мушка мелко и летает по квартире и переходит на другие растения а личинки оставляет на наших орхидеях вот в пазухах листиков вот много их и начинает питаться соком орхидеи сейчас я буду показывать как я буду спасать эту орхидею вот эти сколько я найду живого покажу ты уезжала и запустила свои орхидеи вот он живой воду перепрыгну вот развернулся в воде интересно что с ним случится будет шевелить лапками вроде бы шевелит он расправил свои усики вот такой большой червец вот их надо вывести чтобы наши орхидеи не страдали это личинка когда он наестся много превращается в мушку перелетает на другую на другое растение чтобы справиться с этим коварным насекомым мне понадобится октара зеленое мыло и фитоспорин на всякий случай возьму сейчас я буду обрабатывать свои растения я возьму поднос достанем цветок из кашпо ставим на поднос кашпо нужно будет вымыть хорошо чтобы ничего не оставалось берем наш цветок берем зеленое мыло на мочалочку теперь вспениваем и мне нужно протереть все его листочки хорошо насколько это возможно вот посмотрите сколько много здесь червеца собралась видно это вот насекомое и поедала мою орхидею вот белый мучнистый налет а червеца я вам показывала его так пальцем раздавлю его то что я не достану чего страшного мы будем вактару еще ставить мое растение немножко неудобно все равно где возможно надо протереть листики вот вот в этом месте сильно много скопилось видно тоже его подавлю руками прям пальцами потому что я туда могу пальцами залезть а мочалкой сожалению не могу значит я возьму мыло на палец наберу и промажу все эти места чтобы избавиться этого червеца этот молодой листик очень тверденький он не гнется ни в какую сторону поэтому невозможно туда добраться цветонос тоже протру я цветонос срезать не буду только вот эти отцвёвшие цветочки я обрежу ну а этот конечно оставлю опыленный будем спасать как сможем вот этот червец смотрите он уже сам вылез услышал мыло и все и вылез вот на листике поближе покажу он огромный с усиками его раздавлю так растение я намылила горшочек тоже обработаю вот так вокруг нам и люсю так как червец может размножаться и жить в земле данном случае в коре то нам нужно обработать октарой цветочек пусть постоять в мыльном растворе сюда вот я взяла где-то 2 литра воды беру порошочек октара один возьму и высыпаем и сюда я насыплю фитоспорин вот я делила на части там много было сильно это на литр 25 мне хватит большая была упаковка порции не надо было столько много и поэтому я поделила его на чай теперь рукой разведу у меня опасный состав и поставлю свой цветок на полтора часа в раствор фитоспорина и октары надо немного добавить воды вот так чтобы сейчас открыли цветоносы цветочки то есть цветоносы трогать не буду сами цветочки срежу потому что на них тоже очень липкий смотрите сколько на растениях на цветочки посмотрите сколько видите какие заросли этого чудо вредителя живые пузатенькие все на цветочках он развивает цветочки брошу в эту октару хотелось бы этот срезать но могу он опылился теперь обработаю второй цветок также сама берем мочалочку берем мыло и обрабатываем на этом меньше на этом практически нет чуть-чуть там в пазухе но ничего его тоже они вместе стояли его нужно обработать там где не застаю я повторяю буду с пальцами мыльным и мыльным раствором так пальцами чтоб попало мыло задыхается от этого мыло образуется пленочка и выходит на поверхность увидели сразу он там проявил а он еще один вышел сейчас я вам покажу такой жирненький сейчас я возьму камеру покажу вот еще один вышел на поверхность и вот вышел листик пораненый и вот на цветоносе я обнаружила видно вот это пыленый цветоносик мне жалко его срезать и вот они тоже выходят хорошо выходите выходите я вас буду давить и вот в этих вот местах где были цветы в пазухах вот они тоже сидят нужно все просматривать но октара сделать свое дело если у вас есть октара можете не волноваться они все уничтожатся октара она впитывается само растение и потом по растению выделяется яд и насекомое питается цветочком то есть растением как только чуть-чуть ему попадает ядовый организм сразу погибает на этот цветок попало мало у нас этого вредителя ему очень повезло значит цветоносы ему оставлю вот он цветет очень красиво краёчек беленький на нем нет вредителя вот я смотрю на цветоносах нет там сразу показала этот вид орхидеи я ставлю вместе на профилактику теперь он должен простоять эти цветы мы должны простоять два часа в растворе октара и фитоспорине через два часа будет продолжение подождем вот так мои растения простоят два часа в растворе фитоспорина и октара по возможности я повынимаю взрослых особей это невозможно сделать но постараюсь если я их не выему ничего страшного они погибнут от октары через десять дней желательно повторить процедурку и будет все хорошо с вашим растениями с моим тоже горшки нужно перемыть этим кашпо потому что вот кашпо тоже сидит этот членистоногий жирный насекомый вот посмотрите в кашпо сколько его много смотрите вот видите на листик как показать вот видите сколько развелось очень много если бы еще чуть-чуть постояла то мое растение могло бы погибнуть так как я успела это заметить вовремя приехать вот на палочки ну ползает он уже поползло по палочке видите живое ничего долго ползти не будешь сейчас тебя будем умертвлять октары сейчас мы его убьем ой еще и самка наверное сколько вон распространилась это тоже все уничтожу горшки помою мыльным раствором потому что на дне горшка очень много горшки надо мыть почаще и на боках вот его очень много насекомого хватает хорошо так расскажу что я буду делать дальше мои растения простоят два часа в этом растворе я не буду занимать ваше внимание долго чтобы было затем выму их помытое кашпо и поставлю на место листики сполосну под душем как раз два часа им хватит напитаться вот они начали выходить все насекомые цветоносы я оставлю вот эти пазушки все обработаны мылом это все замечательно через десять дней я повторю процедуру и думаю что не будет никаких живностей но на всякий случай нужно повторить спасибо за внимание до свидания желаю всем здоровых и красивых цветов чтобы не разводилась никакая живность на ваших цветочках до свидания небольшое продолжение я убрала свои растения на два часа в сторону на пол поставила хочу показать что там происходит посмотрите сколько насекомых всплыло то есть это делать обязательно видите мучнистый червец весь начинает погибать пускай растение напитывается дальше и все так одиночная игра конечно вот все мне все Продолжение следует...